начало 12 снова 20 градусов у нас снова ветерок в общем также как и вчера на сегодня еще срывается дождь периодически поэтому опять надо успевать что-то сделать сосед с нами поделился огурцами нам правда уже высаживать то их некуда но говорит что хорошее надо будет искать место чтобы посадить на милиса поищем место да вот уже опять моросит не знаю что я успею сегодня я хочу милиса не мешай я хочу вот здесь убрать сорняки моем садике почвопокровных как назвала одна из зрительниц а то их не видно они уже тут начали разрастаться я уже не пойму где что вот хотела вам клем показать которые это на нещадно подстригла смотрите что уже делается тут и вот все что я обрезала все пошло в рост поэтому вот эти веточки надо будет обломать если я хочу чтобы они остались голыми а там дать расти дальше так что все кто говорит какая я не даю растениям расти нормально все обрезаю все вырастает не переживайте успела выйти как опять ливану надо идти другую курточку одевать с капюшоном все хотела показать вербу хакура не шики вот тоже мне говорили что и так коротко обстригла прям пенек остался смотрите какие приросты причем она стала гуще чем было и тут лечение у меня было стволах замазан варом принципе питание идет через какое-то время еще промажу и неплохо она себя чувствует на мой взгляд раздала такие приросты так что стрижка это очень очень хорошо цуга рядом смотрите какие они еще приросты пошли кроме тех которые были ранее весной и она тоже стала гуще потому что я все время стряга иначе это было бы но такое раскидистая деревца так у нас там пиротехники работают опасности нет и вот если я буду продолжать так стричь что это тоже будет набитый такой вот шарик или тарелочка или подушечка как угодно облачка прищипнутые сосны вот сейчас тоже так выглядит смотрите уже какие плотные подушки очень красиво они смотрятся сейчас особенно когда пасмурно хорошая съемка и во время дождя красиво получается снимать видео гейхеры которые я пересадила они у меня долго отходили это за собирала по всему участку чтобы высадить их вот так вот между хвойными на штамбе и вот смотрите какие они здесь им тут больше нравится больше тени получается потому что они не сидели в разных местах на солнечных участках были вот есть малыши которые развиваются есть те которые повзрослее какие-то цветут еще какие-то я уже обрезала цветение вот это долго отходила и вот это долго отходила но уже смотрю тоже такая классная зелененькая стоит что у меня обзор какой-то начинает получаться это тис давид он хорошо подрос у меня в этом году такой стал похож на те что я видела на картинках и вот еще каликантус хочу показать вообще это предполагается видимо большой куст пока еще не знаю как с ним работать еще ни разу не обрезала но вполне возможно что надо будет прищепнуть иначе это будет очень огромный куст и что меня удивило что он же уже отцвел вот и тут новые опять цветочки появляются вот уже бутончики новые то есть у него какой-то непрерывистое цветение так дождь меня просто выгоняет с улицы пойду одену другую курточку когда все еще на качели посидела не пошла переоделась на дождаться когда дождь перестанет идти вроде уже просветление какое-то в небе не хочется день терять то что что-то не сделаешь пропустишь рабочий день саду в огороде это как снежный ком накапливается работа не знаю вам удается отдыхать я в основном бегаю мимо качели мимо лавочек только когда дети позвонят я тогда сижу на лавочке или на качели разговариваю в этот момент я отдыхаю у нас еще ягодники уже все с плодами черная смородина красная розовая смородина крыжовник уже подходит их тоже надо собирать чтобы сварить варенье хотя бы нашу кислую ягоду едят не очень охотно я ем остальные члены семьи не очень любит поэтому лучше варенье сварить вот когда это все успевать неизвестно у меня спрашивали про лимоны сейчас они находятся уже не в зимнем саду они находятся на балконе вот там мы их на лето выносим но что хочу сказать что сейчас там плодов нет завязались маленькие недавно отвалился большой лимон который рос еще зимой вот но лимоны насколько я знаю были греции в разных странах где они растут там такая история что на лимоне может быть одновременно цветение и завязанный плод и плоды поспевшие плоды которые уже завяли но как бы уже старые плоды вот и все это на одном дереве это в природе там где они спокойно растут у нас немножко по-другому но тоже бывает и цветение и плоды весят в общем то же самое но только не в таких объемах в целом мы лимоны едим свои иногда бывает их много иногда вот как сейчас сейчас их практически там нет там маленькие лимончики вот весной было цветение и потом посмотрим какому урожай соберем ну там нет такого что ты пошел там сорвался все ягоды все плоды и ждешь дальше там кого-то сезона нет срываешь по одному потом там следующий дозревает в общем кто знает как лимоны растут тут понимает вот сижу под дождем и я так рада что мы сделали вот эту крышу заказали это такой чехол на прицеп автомобиля и он такой плотный плотный и сколько было у нас тут ураганов дождей ветра в общем мы очень довольны что у нас теперь такая крыша над качелей то что раньше все эти тряпочки у нас сдувало ветром и качели падала так что хороший вариант тоже берите на заметку этом где-то делала видео по этому поводу все закончится кажется дождь это уже солнышко пробивается опять надо переодеваться сто раз уже переоделась куртки меняла снимала то солнце то дождь в общем опять дождь но я сделала этот участок убралась сорняки подсадила еще новенькие взяла туда с основной посадки растения там где было мне как не показалось пусто вот в общем на этот участок мне ушло приличное времени что у меня тут растет у меня здесь растет на этом кусочке такая елочка дендрофарма плюшка такая елочка соня должна быть плюшка но мне кажется она будет больше чем те то что тем более компактные клен я обрывала столики голые прямо руками взяла оборвала все приросты оставила только там где я задумала шапочки и что еще хочу показать можжевельник сейчас такой помните его кардинально подстригла вот уже пошли новые приросты вот эти сосны напишу название вот видите тоже шапочка такая красивая мне немножко их надо выровнять у меня здесь были когда-то опоры мне показалось что этого достаточно но сейчас там ушла влево чуть-чуть вот это ровно стоит мне и шапочка не нравится и чуть-чуть подкорректирую и вот это еще сосенка афир она на коротеньком штамбе вот так камнеломки обнимает их сосны вот участок делала участок делала до как раз этих сосен вот дальше уже это еще тут отдельная история еще один день нужен для того чтобы сделать пока вот здесь все оккультурила чтобы детки разрастались те которые были посажены раньше и выжили то они уже прилично тут разрослись я как раз до вот этих сосен убирала здесь дробленые вот эти веточки там такие же как и в других местах сначала я здесь убрала но я убирала дробленые веточки здесь на этом участке в общем везде мне сейчас камни и растения только что пришел комментарий мне что меня любят смотреть все меня отлично все хорошо но человек захотел посоветовать мне на мой участок приобрести большие камни потому что человек понимает что эти камни просто так не привезешь на машине как мой муж делает с различных строек берет и там где что-то выкинули или еще что-то вот то есть такими малыми усилиями мы все это делаем но человек не советует чтобы я здесь куда-то положила огромные камни честно говоря не знаю куда я могу положить здесь огромные камни еще раз хочу объяснить у нас всего участок всего с домом с баней с огородом у нас всего восемь соток всего восемь соток на сад ушло примерно две сотки из которых вот очень много дорожек и огород еще две сотки вот но человек опять же не знаю как вроде бы написала что смотрит меня регулярно и по всей видимости и кажется что у меня здесь огромный участок и я могу огромные камни сюда привести и положить даже не в деньгах сейчас дело как говорится да если бы надо было мы бы наверное это сделали если бы это был большой какой-то огромный участок там было бы это уместно плюс у нас уже камней тут достаточно просто возле прудика камней огромных много но не знаю зачем человек советует что-то такое я не понимаю эти советы написала моему это еще моему на самом деле наверное мне этого не понять ну и плюс еще хотела сказать я уже как-то видео говорила что ознакомьтесь с каналом ну посмотрите же откуда мы мы живем в киеве у нас война в украине мы периодически сидим в подвале потому что нас бомбят вот я сейчас например не собираюсь заказывать камни дорогущие привозить на свой участок в котором уже нет места даже растениям ну как бы вот но чуть-чуть хотя бы ну подумайте прежде чем писать но хочу сказать спасибо тем людям которые все это пишут потому что я закаляюсь с вами я уже как сталь скоро буду я уже расстраиваюсь ненадолгое время скоро вообще буду наплевательски к этому относиться если мне будут давать какие-то советы вообще которые не относятся к моему саду ну никак вообще вот так что спасибо вам что вы есть просто хочется чтобы вы немножко думали и все вот у нас опять солнышко выглянуло мы сейчас живем одним днем хорошо вот сейчас в этот момент хорошо солнышко тихо и мы радуемся потому что мы не знаем что еще может придумать наш сосед так что всем привет большой из украины из киева спасибо что смотрите меня я знаю что здесь на моем канале много людей которые поддерживают нас но находятся не в украине им отдельный привет и респект за свое мнение за свое отношение ко всей этой ситуации на этом заканчиваю как всегда приходит какая-нибудь кошка одна из наших кошек и в конце желает вам всего хорошего всем пока пусть наши планы никто не нарушает да милиса пусть все будет так как мы задумали да 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 вовремя я зашла дело по работе